Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья, и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Марка. Почему на передних лапах у собак 5 пальцев, а на задних 4? Давайте попробуем с этим разобраться. На самом деле, подобным образом устроены конечности у многих животных. И вообще считается, что пятипалая конечность, такая же, например, как у нас с вами, это самый примитивный тип конечности, который сформировался еще у далеких-далеких предков всех четвероноких животных. Почему сложилось так? Сложно сказать. Но дело в том, что в давние времена, в другие геологические периоды, на Земле жили различные животные, которые в том числе имели гораздо больше пальцев на конечностях, чем мы. Ну, например, у ихтиостеги на задних конечностях было по 7 пальцев. Сколько было на передних конечностях неизвестно, потому что передние конечности не сохранились. Но маловероятно, что на передних их было меньше. Были также животные с 8 пальцами. То есть, на самом деле, 5 пальцев это, наверное, просто случайность. Просто так оказалось, что наши предки, ну не только наши, но и всех четвероноких животных, они были пятипалыми. И мы получили это в наследство от своей далекой-далекой-далекой родни. Ну а в дальнейшем, конечно, в зависимости от образа жизни различных животных, количество пальцев могло меняться. Чаще всего в сторону их уменьшения. Давайте теперь разберемся с пальцами собак. На самом деле, так устроены лапы не только у собак, так же устроены лапы, например, у кошек. У них действительно на передних конечностях 5 пальцев. И дело все в том, что передними конечностями эти животные не только опираются во время ходьбы и бега о землю, но, кроме того, они еще и используют эти конечности для того, чтобы манипулировать, например, с едой. И тогда пятый палец вовсе не является лишним, он очень нужен, полезен и помогает более удобно действовать, например, со своей добычей животным. Кроме того, если говорить о кошках, то пятый палец у них располагается на лапе немножко выше всех остальных четырех пальцев и очень хорошо помогает кошке передвигаться, например, по дереву, по коре дерева, цепляясь вот этим вот пальцем и удерживаясь на коре. То есть, палец, конечно, очень полезный. Ну а что касается задних конечностей, то они те функции, которые есть у передних конечностей, не выполняют. То есть, их функции только опоры. И, как правило, в этом случае количество пальцев может уменьшаться. И действительно, у них на передних конечностях у большинства, скажем так, пять пальцев, а на задних конечностях четыре пальца. Надо сказать, что у некоторых быстробегающих животных количество пальцев настолько сильно уменьшилось, что, например, лошади бегают всего опираясь на один палец. У них остался средний третий палец, который снабжен замечательным копытом и делает бег очень быстрым и удобным. Соответственно, мы можем вспомнить и других копытных животных, у которых количество пальцев совершенно очевидно меньше пяти. Это, например, различные парнокопытные, у которых, может быть, два пальца только оставшиеся. Остальные редуцированные и либо совсем отсутствуют, либо от них остались только такие небольшие косточки, которые никаким образом в опоре не участвуют. Но в некоторых случаях, надо сказать, что у собак, например, появляется дополнительный палец на задних конечностях. Он расположен с внутренней стороны лапы и держится фактически только на коже. Он никаким образом не участвует в ходьбе или других каких-то действиях. И такой палец, поскольку он есть не у всех собак, а только в некоторых случаях появляется, называется прибылой. Или еще этот палец называют волчьим когтем, потому что считается, что вот этот вот лишний палец на задней конечности, это то, что досталось собакам от их волчьего предка. Когда-то у волков этот палец имел определенные функции, но впоследствии эти функции были утрачены и палец редуцировался. Надо сказать, что, правда, у некоторых пород собак вот этот пятый палец прибылой на ноге, он считается признаком чистокровности. Есть такие породы, как, например, перенейский мастиф или еще такая французская порода как бассерон, а также ненецкая лайка, у которых пятый палец на ноге является признаком породы. Ну и еще, может быть, оказывается больше, чем пять пальцев на конечностях, такое явление получило название полидоктилея, когда действительно появляются еще дополнительные пальцы, которые в норме у животных быть не должно. Полидоктилея бывает не только у животных, она может быть и у человека, и бывают люди, например, с шестью пальцами на руках. Это выглядит, может быть, немножко необычно, немножко странно, но тем не менее, в общем-то, жить им абсолютно никак не мешает, и руки их также прекрасно действуют, как наш, с вами ничуть не хуже. Полидоктилея нередко встречается у кошек, особенно часто у них бывают дополнительные пальцы на передних конечностях. В 1974 году был установлен рекорд, у одной из кошек было количество пальцев на всех четырех конечностях равное 32. Можете себе представить, сколько было дополнительных пальцев, если обычно у кошек 18 пальцев в норме. Интересно, что такие коты с большим количеством пальцев бывают среди некоторых владельцев очень популярны. Они были очень популярны среди моряков. Считалось, что шестипалые коты, они приносят удачу, и поэтому на кораблях часто держали именно таких животных с необычным количеством пальцев на лапах. Еще мы знаем, что у Эрнста Хемингуэя жил шестипалый кот, снежок, у него были лишние пальчики на передних лапах. Кстати, это выглядит довольно забавно, ощущение, что на животном надеты варежки, потому что этот палец с внутренней стороны выглядит, как мы с вами, когда надеваем варежки на свои руки. И надо сказать, что до сих пор в музее Хемингуэя живут те самые коты шестипалые, потомки кота снежка, который жил у Хемингуэя когда-то в его доме. Так что вы видите, количество пальцев на самом деле может быть различным, и иногда бывает, что в норме у определенных пород собак могут быть дополнительные пальцы на задних конечностях. Ну что ж, друзья, надеюсь, я ответила на вопрос Марка. Присылайте и пишите нам свои новые вопросы в комментариях. Мы с радостью постараемся на них ответить. Не забывайте подписываться на наш канал. И всем пока!